Сейчас Мариуполь называют витриной обновленного Донбасса. Еще 10 лет назад город ассоциировался исключительно с металлургией, серыми пейзажами и смогом. С начала войны на Донбассе Мариуполь стали называть форпостом из-за близости к линии фронта и островом, из-за разрыва транспортного сообщения с остальными городами Украины. Но в последние годы он стремительно меняет свой имидж. Чтобы ассоциироваться не только с заводами, уходит от образа промышленного города, разливая другие отрасли экономики. Мы отослали наше вино в Италию на выставку «Пять звезд» называется она. Виноделы Италии были очень сильно удивлены украинскому вину. От образа провинциального города стремится к званию культурной столицы Украины. Люди из других городов начинают узнавать о Мариуполе не просто как о городе прифронтовом, но и культурном, промышленном, туристическом. Мариуполь старается открыть себя Украине и всему миру, улучшив транспортное сообщение. То решение, которое предложил Мариуполь, оно покрывает не только Мариуполь, а покрывает целом Приазовье. И, соответственно, мы открываем в целом Приазовье для нашей страны Украины и развиваем тем самым внутренний туристический потенциал. В каких сферах Мариуполю удалось совершить прорыв и какие проблемы из прошлого тормозят движение вперед? Здесь у нас семь сортов винограда, 32 тысячи саженцев и 7,6 гектар высажена площадь. Винодельня, вина Приазовья – небольшое новое предприятие, расположено в паре десятков километров от города. В 2018 году несколько местных любителей вина вложили свои собственные средства в создание виноградника. Саженцы закупили в специальном итальянском питомнике, долго подбирали, чтобы сорта подходили для приазовского климата и почвы. Уже в 2020 году построили винодельню и собрали первый урожай. Это наш подвал, где находятся наши бочки, в которых выдерживается наше вино. Здесь играет классическая музыка. Мы считаем, что вино – живая структура, и поэтому она структуризируется благодаря музыке. На производстве вин Приазовья работает 13 человек. Первая партия вина составила 25 тонн. Да, мы поддерживаем здесь температуру 12 градусов, она идеальна для хранения вина и для вызревания. Поэтому у нас стоят здесь такие холодильники и кондиционеры. Приазовское вино можно купить на самой винодельне через сайт и в некоторых магазинах Мариуполя и Харькова. Недавно проводили дегустацию для местных рестораторов. Сейчас ведут переговоры на поставку вина в Китай. Цена достаточно высокая, но виноделы говорят, она обоснована. Цена обусловлена тем, что, во-первых, вино очень качественное. Естественно, если вы попробуете, вы убедитесь в этом. А второе – то, что все-таки все делается практически вручную. Сбор урожая идет вручную. Виноделие – неприбыльное дело. Оно делается больше для души и, скажем так, для престижа. То есть, как такового, сейчас оно финансовых затрат гораздо больше, чем, допустим, товарооборота. Мы, конечно, планируем расшириться и планируем что-то сделать, более маркетинговые ходы. Но, скорее всего, это больше для удовольствия. На винодельне регулярно проводят дегустации. Теперь многие гости Мариуполя в свой список «Маст-Си» обязательно добавляют вина при Азовье. Можно сказать, что это новая туристическая точка. Все очень просили розе. И мы делаем розе. То есть, как бы, сортов семь, но вин из них можно сделать огромное количество. Мы отослали наше вино в Италию на выставку «Пять звезд» называется она. Виноделы Италии были очень сильно удивлены украинскому вину, потому что оно завоевало довольно-таки высокие баллы. Мы завоевали пять золотых медалей и одну серебряную. Для того, чтобы подобных локальных продуктов было больше, городская власть проводит для предпринимателей конкурс «Бизнес-бренд Мариуполя» с призом в 1 миллион гривен. В приоритете ассоциация бизнеса с городом и его туристическая привлекательность. Таким образом, хотят сформировать положительный бизнес-имидж Мариуполя. Это такие прорывные истории, которые формируют уже новый образ Мариуполя, новый дух мариупольца, как Мариуполя, как предпринимательского города. Это большая работа. Мы даем возможность, показываем те ниши, которые не восполнены, как центр экономики, через наши стратегические инициативы, упираясь в 30-й год, и покажем, где бы нам было интересно, чтобы бизнес развивался. И они, соответственно, заполняют эти ниши. Где-то уже появляются в хорошем смысле первые ростки конкуренции. Их ключевая задача – властям не мешать развитию бизнеса, а лучше способствовать этому. В 2021 году Мариуполь попал в топ-10 городов Украины с самым благоприятным бизнес-климатом. Эксперты оценивали безопасность ведения бизнеса, лидерство городской власти, ресурсы для развития, уровень поддержки инноваций и другие. Согласно исследованию, Мариуполь на первом месте по отсутствию коррупции и неформальных платежей. Развитие предпринимательства среднего и малого сегмента – ключ к диверсификации экономики. И дело не только в отчислении налогов в местный бюджет. Доступная бизнес-среда влияет на уровень жизни, комфортность и культуру. Меняется философия с крупной и индустриальной на более индивидуальную и предпринимательскую. Но несмотря на достаточно высокие показатели и внешнюю вовлеченность городской власти в развитие бизнеса, в Мариуполе с предпринимательством все равно еще есть проблемы. Местная власть, она очень заинтересована в том, чтобы сюда приходили инвестиции и переходил этот бизнес. Но если говорить по сути, в каком именно бизнесе они заинтересованы, то это точно не малый и средний. Они ждут, что сюда зайдут какие-то крупные торговые сети и сразу дадут кучу денег в бюджет. Потому что в городе катастрофически не хватает земли именно для развития бизнеса. В городе несколько лет не проводились земельные аукционы. Предприниматели сталкиваются с тем, что они хотят развивать свой бизнес, расширять свои возможности. Они не могут элементарно найти помещение для того, чтобы установить какие-то производственные мощности и двигать дальше дело. Еще одной большой проблемой был отток рабочей силы. Чтобы как-то удержать и возможно даже привлечь людей в город, за последние несколько лет обновили транспорт, парки, больницы, дороги. В общем, дали внушительный старт глобальной реконструкции. Наше отличие как города – это люди. И соответственно для этих людей мы формировали такие культурные мероприятия, которые формировали уже новый образ нового Мариуполя. Это и в том числе и Гогольфест, и МРПЛфест, и соответственно Мариупольклассик. И такие рождественские мероприятия, которые стали уже доброй традицией для нашего города. Которые в принципе формируют такой европейский дух уже и прообраз такого проукраинского европейского города, города Мариуполя. Тем не менее основная проблема города – плохая экология никуда не делась. Жители недовольны выбросами и предприятиям необходима комплексная модернизация производства для их снижения. Эта ситуация не то чтобы полностью нивелирует все достижения в развитии города, но в определенном смысле омрачает общий обновленный образ Мариуполя. Несмотря на отсутствие прорыва в решении вопросов экологии, развитие городской инфраструктуры способствовало появлению новых площадок для проведения культурных мероприятий. Апогеем стало присвоение городу в 2021 году звания культурной столицы Украины. На протяжении года проходит масса различных культурных мероприятий в рамках проекта «Диалог на языке искусства». Всего 11. Важным и смысловым событием стал перформативный проект от Гогольфеста «Дорога домой» на трассе Мариуполь-Донецк. Древо жизни, которое символизирует, что жизнь вопреки всему или во время всего должна продолжаться. И тогда ради этой жизни есть что защищать. Там, где мы живем, там наш дом. Книжный фестиваль. Фестиваль классической музыки, локальная кухня, ночь музеев. В последние годы жители города имеют большой выбор, как провести свое время. А на такое масштабное, хоть и частное событие, как Мариупольфест, который проходит на берегу Азовского моря, даже приезжают туристы со всей Украины. Говорят, в дни фестиваля рынок аренды жилья в Мариуполе бьет рекорды. Люди преодолевая эти усилия, все равно едут в Мариуполь, чтобы насладиться его культурой, его новым содержанием. Для украинских и заграничных артистов высокого уровня Мариуполь – лишь один из пунктов в гастрольном графике. А мариупольцы в этой ситуации выступают лишь как зрители и потребители. Но есть ли стимулы для развития местного культурного продукта и условия, подходящие для взращивания своих артистов и деятелей искусства? Все эти люди на сцене – обычные жители города. Они – непрофессиональные актеры. В наше непростое время мы находимся в Мариуполе, которая находится в 20 километрах от войны. Поэтому, естественно, когда я смотрю на психологическое состояние, на физическое состояние, насколько они зажаты приходят, то, естественно, мне хочется сделать так, чтобы максимально людей вернуть к жизни. Режиссер Антон Тельбизов рассказывает, театр не должен просто развлекать зрителя. Находясь в зале, человек может получить ответы на свои вопросы. Всегда зритель приходит говорить о важном, о своем. Поэтому, естественно, когда ты поднимаешь, например, тему домашнего насилия, которая сейчас очень актуальна, или тему абортов, или тему интернет-зависимости, то, безусловно, это вызывает, помимо того, что бешеное желание прийти и получить ответ на тот или иной вопрос, так это является еще таким важным социальным рычагом, который может поменять отношение к той или иной теме. Тем самым ты укрепляешь сознание человека, тем самым ты меняешь свой город, меняешь отношение друг к другу. Театр «Романия» принимает участие в аматорских фестивалях как в рамках Украины, так и за границей, сотрудничает с независимыми театрами из других стран. Народный театр стал важной частью и символом Центра современного искусства «Континенталь», который несколько лет назад создала городская власть на базе бывшего ДК «Молодежный». Культурная жизнь города наполняется новыми смыслами. Поднимая в культуру, вкладывая в культуру, автоматически поднимается любая другая экономическая, социальная сфера города. Я вижу, что культура развивается. За последнее время очень много событий происходит, открываются пространства. Люди из других городов начинают узнавать о Мариуполе не просто как о городе прифронтовом, но и культурном, промышленном, туристическом. Правда, чтобы узнать о Мариуполе и всех изменениях, которые здесь происходят, сюда нужно сначала доехать. Над этим вопросом бьются уже несколько лет, сокращают время следования поездов, строят современные трассы. Но очевидно, что этого недостаточно. Современному европейскому городу, каким хочет стать Мариуполь, нужен аэропорт. Но аэропорт – это не только коммерческая, это политическая и военно-политическая составляющая. У тебя нету туда полета, это отрывает в первую очередь элиту, бизнес-элиту, политическую элиту от центра. Чтобы обеспечить безопасность полетов, аэропорт предлагают удалить максимально от линии фронта в сторону Бердянска. Мы хотели бы это раскрыть, раскрыть не только для себя, как для жителей города, а раскрыть его в целом для всей страны Украины. То решение, которое предложил Мариуполь, оно покрывает не только Мариуполь, а покрывает в целом Приазовье. И, соответственно, мы открываем в целом Приазовье для нашей страны Украины и развиваем тем самым внутренний туристический потенциал. Пока что конкретного проекта нет, но окончательное решение на подходе, уверяет министр инфраструктуры. Несмотря на то, что стоимость полета внутри страны будет достаточно высокой, например, по словам экспертов, около 100 евро рейс Мариуполь-Киев, жителям все равно нужен выбор, каким транспортом добираться. Особенно, если аэропорт будет международным, то горожанам откроется весь мир, и для этого не надо будет ехать в Запорожье или Киев. Через год после открытия будет ежедневный чартерный рейс, и 2-3 рейса в Европу, в первую очередь по направлению трудовой миграции, это вполне вероятно. 2021 год для Мариуполя действительно стал одним из ключевых в его развитии. Хотя с начала войны на карте Украины город становится все более узнаваемым, сейчас можно говорить о том, что на Мариуполь начали равняться. И дело не только в финансовых вливаниях доноров или результатах децентрализации. Мариуполь действительно стал примером того, как можно правильно использовать возможности делать комфортнее жизнь, менять имидж и сознание людей, превратиться из провинциального промышленного города в такой пример для всех других городов Украины.